Напомню, что если вы в шоке от того, куда вы попали, то вы попали на урок по законам благословений, который у нас уже существует аж 50, мы сегодня с вами проводим 52 или 53, уже забыл, какой урок на самом деле, по счету. Но начали мы это с начала карантина, и дай бог даже, судя по всему, Хайм сегодня сообщил, что на Брайтоне карантин уже отменили. Поэтому, раз на Брайтоне отменили, то и во всем мире его, конечно же, отменят. Но надеюсь, наш урок не прекратится, мы продолжим изучать Торы. Мы с вами учим законы благословений по вот этой замечательной книжке, книжке Шухана Руха Кацар, которая, мягко скажем, в короткой форме, вот такая толстая книжка, приведены законы благословений всех категорий. И благословения на получение удовольствия, и благословения восхваления и благодарности, из которых состоит наша молитва, и благословения на выполнение заповедей. С вами мы плотненько сейчас уже учим несколько недель законы именно на получение удовольствия. Напомню, что они делятся на три категории. Это благословения на питье, на еду и на запах. То, что мы с вами обсуждаем сейчас конкретно в этот момент, это законы благословения на плоды деревьев и на плоды земли. Почему они у нас обсуждаются вместе? Потому что, как мы с вами уже, наверное, выяснили, в отличие от черта, потому что черт разберет, кто там дерево, кто там куст, на что говорят благословения, как на плоды деревьев, а на что мы говорим благословения, как на плоды земли. Я не буду вдаваться во всю полемику, которую мы обсуждали уже с вами на двух-трех последних уроках, а скажу самое общее различие между благословением на плоды деревьев и на плоды земли, кто у нас дерево, кто у нас земля. Дерево – это то, у чего растение, у которого не опадают ветки даже зимой, и затем плоды растут, распускаются по весне вместе с листиками, почками, цветочками и так далее. А плоды земли – это то, что вся основная часть дерева, растение в данном случае отмирает, даже если остается только корень, все равно является кустом, и на это говорится, как на плоды земли. Конечно, у нас есть, как говорил Гребенченков, пограничный господь, но в данном случае у нас есть, конечно же, пограничное растение, которое мы с вами обсуждали. Это такие, как бананы, ананасы, папайя, которые не совсем понятны, они являются кустом. Или деревом, и кто на чем растет, потому что это зависит еще, это растет прямо от ствола растения, или это растет на самих ветках. Но так или иначе, из-за того, что мы облегчаем в вопросах благословений, лучше сказать, более низкое благословение, чем более высокое, напоминаю вам пирамиду, что у нас хлеб, злаковые растения, вино, плоды деревьев, плоды земли и все остальное. Наверное, все включает в себя предыдущее, за исключением плодов, за исключением вина и сока, об этом мы говорили несколько недель назад. Но лучше сказать, более низкое благословение и 100% выполнить обязанность благословить. Поэтому на пограничные варианты, такие как бананы, папайя и ананасы, мы говорим «боре при адама», как на плоды земли. И также еще один интересный момент, который мы с вами обсуждали, немножко с другой стороны, на понижение благословения, это на корнеплоды. Потому как корнеплоды не совсем можно назвать плодами земли. Плоды земли – это то, что вырастает из земли, корнеплоды растут в земле. Поэтому есть некоторые общины, в которых даже на картошку говорят шаколь, но в общей сложности на корнеплоды, на все корнеплоды, когда мы кушаем так, как их принято есть, мы говорим «боре при адама». Что имеется в виду? Картошка, опять же, вернемся к нашей картошке, ее принято есть вареной. Есть, конечно, несколько экстремалов, которые кушают ее сырой, и поэтому мы понижаем головы славения и на такую картошку говорим «шехаколь». Но если есть плоды деревьев или плоды земли, которые кушаются нестандартно, таким образом, что не принято их кушать вообще, как, например, сырые маслины, несмотря на то, что они являются плодами, которыми славится земля Израиля. Несмотря на то, что маслины бесспорно, если кто-то не в курсе, растут на деревьях, сырые маслины ни один здравомысленный человек не ест, поэтому на маслины мы вообще не говорим благословения, потому что это несоедобно. То, что мы с вами обсуждали еще на прошлом уроке, мы обсудили проросшие зерна, проросшие зерна, которые напоминают, что зерно, даже если оно из пяти видов злаков, на которые мы говорим «мизонот», но мы говорим этот «мизонот» только на продукт, приготовленный из этого зерна, на кашу, выпечку и так далее, само по себе зерно, как плод земли, сырое зерно, мы говорим на него или шаколь, или если есть варианты, как его кушать, то говорить на него «борепри адама». Теперь, когда мы говорим о проросшем зерне, как есть, вчера мне сообщили, что это называется «weed sprouts» на английском, я не знаю, как оно называется на русском, кроме как проросшие зерна, на иврите они называются «наватим» или «асфес», это такие тонкие совсем, как волосы, а белые, а «наватим» — это проросшая именно пшеница, они более толстые, то если осталась форма зерна, и вот этот вот росток, он присоединен еще к зерну, когда, несмотря на то, что вы кушаете сам росток, то очевидно, что зерно — это флот земли, форма семени осталась, и оно еще растет из этого семени. Если это семя уже отпало, как вы знаете, что это зерно, когда вы сажаете его в землю, оно разлагается, вообще исчезает, то тогда, если остался только росток, говорят на него шаколь, потому что ни к чему он уже не прикреплен, точно так же, как мы говорим шаколь на грибы, о которых мы обсуждали на позе в прошлом уроке, потому что грибы, как известно, растут из воздуха. И последнее, что мы с вами обсуждали на прошлом уроке — это лимончики. Не сониного балкончика, но лимоны, которые очень-очень кислые, это не совсем те лимоны, которые мы покупаем сегодня в магазине, в магазине они культивированные, они более сладкие, и на них бесспорно нужно говорить благословение, буре-приаец, если вы кушаете просто как любите перекусить лимоном, или кушаете лимоны, которые есть там, лимоны, похожие на апельсины, как на майор-лемонс и так далее, если они съедобны просто как плод, или вы их любите кушать просто так, то на них, конечно же, говорится буре-приаец. В случае, если они очень кислые, и вы их не можете, обычно их люди не кушают, но они съедобны, несмотря на то, что очень кислые, то на них говорят шагахоль. Если они вообще не съедобны, и вам просто приспичило чего-то кисленького, то тогда на них вообще не говорят благословение, потому что это специя, а на специи благословение мы не говорим. И здесь мы дальше переходим, сейчас мы продолжаем читать по тексту, в обсуждении различных тем способов поедания продукта. То есть мы сажаем дерево для чего-то, да? Мы сажаем дерево для того, чтобы сделать из него оливковое масло. На оливковое масло, поэтому мы говорим буре-приаец, не шаголь. Мы говорили об этом на прошлом уроке, уделили несколько минут специально, чтобы объяснить этот момент. На оливковое масло, если вы просто так его кушаете, на него говорят не шаголь, или на другое масло вообще не говорят благословение, на него говорят буре-приаец, ради этого сажается дерево. То есть здесь очень важный критерий, который мы еще вводим, это для чего сажается это растение. Для плодов, для корешков, для листиков и так далее. И вот в зависимости от того, что вырастает, для чего вы это кушаете, для чего вы это используете, так и говорят благословения. Если это что-то, что растет на дереве, если это что-то, что растет на земле, то соответственно. И то, что мы с вами начинаем обсуждать, это орехи. Орехи, несмотря на то, что здесь все орехи называются шкедим, что на иврите называют, в дословном переводе это миндаль, но имеется в виду разные виды орехов. Я сейчас не разберусь во всех, мы с вами обсуждали до этого кешьюз, как мне сказали на русском, они тоже называются кешьюз, которые, как интересно, если кто-то не знает, они растут на яблоках, это такие отростки на самих яблоках, на них мы говорим вореприяйцы, потому что, опять же, они питают свою жизненность, так сказать, от дерева. Но есть орехи, которые кушают более спелыми, менее спелыми, есть орехи, которые кушают, имеется в виду какие-то плоды, похожие на орехи, которые кушают только ради шкурки или ради самого семени. Мы сейчас их обсудим. Я сразу хочу сказать, что я не знаю всех ботанических предметов, примеров тем видам орехов, которые здесь обсуждаются, но главное, чтобы нам выучить этот принцип и, зависимо от него, мы уже сами можем разбираться, какое благословение мы будем говорить. Итак, Если это маленькие, еще не совсем спелые орехи и кушают их вместе со скорлупой, на них говорят шааколь, Почему? Потому что, на самом деле, вы их посадили, чтобы кушать сам орех. То есть, например, на самом деле, с миндалем то же самое происходит, то же самое с грецкими орехами. Если они зеленые, еще не выросли, не созрели до конца, то их можно кушать вместе со скорлупой, но на этом случае мы не говорим не о благословении на плоды деревьев, не на плоды земли, а говорим шааколь, потому что, как на все остальное, потому что это не то, для чего посадили это дерево. Это дерево посадили для как такового ореха. Когда он вырастет, будут использовать этот орех, поэтому, если вы кушаете, я сам помню, когда еще жил в Одессе, во дворе, мы хоть там росли грецкие орехи, мы их срывали зелеными, просто щищали скорлупу, зеленую вот эту вот штуку и кушали их вместе с тем, что они были в самой шкурке. На это говорится шааколь, потому что дерево с орехами, которое вы сажаете, вы сажаете как таковых орехов, а не их зеленых предшественников. То же самое касается, немножко в другой иерархии, касается винограда. А на виноград, который еще не до конца созрел, на него говорят как на плоды земли, потому что, опять же, конечный продукт винограда это сам по себе виноград. Но если на зеленый виноград, ты сказал, как на плоды деревьев, как нужно говорить, на обычный виноград, зеленый имеется в виду не зеленого цвета, имеется в виду не спелый виноград, то если ты сказал на него, как на плоды деревьев, норм прокатила. Но лучше, конечно, не говорить боре приадама, как на плоды земли. Опять же, по этому важному принципу, который очень важно сейчас запомнить, это то, что это не конечный продукт, ради которого сажается это растение. А на винчен игмар бешелам апилу хемктаним меот, бирхатам боре приадес. Здесь автор нам говорит о том, что есть разные виды винограда. Есть винограды более крупные, есть винограды более мелкие. А того, что вы увидели маленький виноград, это не значит, что он не созрел, а потому что, как вы знаете, мелкий виноград, он тоже бывает очень вкусный, это просто его вид такой, что он мелкий, и он очень классный, кстати, очень дорогой. На такой виноград, на мелкий виноградик, мы говорим тоже, благословенную боре приадес, как на плоды деревьев. Но если это виноград, который не успел созреть, то есть бывают такие сорта винограда, которые не успевают созревать до конца лета, а мы знаем, что где-то к началу осени виноград уже перестает зреть, и мы их срываем, они еще не успели созреть, на них говорится, как на неспелый виноград, говорят Шиаколь. Что это за виноград? Насколько я понимаю, это виноград, из которого потом делается то, что называется айсвайн. Это, по-моему, называется дословно ледяное вино, есть такой немецкий сорт винограда, называется ламунгер, очень вкусный, он очень сладкий. Виноград, он созревает уже, когда холодно, и поэтому в нем больше содержания сахара, и получается очень вкусное сладкое вино, не сладкое, как компот, о котором мы с вами говорили раньше, а именно само по себе вкусное сладкое вино, то, что называется айсвайн. Если мы этот виноград собираем до того, как он созрел и используется потом для вина, то на него мы говорим Шиаколь как на незрелый виноград. Продолжим дальше. То есть, что неспелые, они пригодны для пищи и кушают их вместе со скорлупой, то на них, говорят, в реприятии. То есть, о чем здесь идет речь? Идет речь о том, что у нас есть вид орехов, которые, наоборот, когда они еще неспелые, они съедобные, а когда они спелые, они уже менее съедобные. Поэтому не только спелость определяет, а определяет тот сам факт, когда мы можем это кушать, когда оно находится в лучшем состоянии для употребления в пищу. Так вот, если есть орехи, которые, наоборот, созревают, они становятся менее пригодными для пищи. Поэтому, пока они еще не созрели, вот тогда они молодцы. На них мы говорим Борэ фриэц, как на плоды деревьев. Главное, кушают ради вот этой скорлупы. Я еще раз, я не знаю, о каких орехах идет речь, может быть, по ботаническим признакам вы можете определиться. Я не такой специалист ботаники, но, может быть, вы знаете, просто рассматривается тоже такой ботанический случай. Потому что эти орехи, главное, кушают ради скорлупы, а не ради самого зерна, самого семени, потому что именно скорлупа, она не горькая. Но после того, как они уже выросли, и скорлупа стала твердой, а не мягкой, когда они еще не созрелы, а само зерно, само семя, само орех, он горький и непригоден для пищи, на них вообще не говорится благословение. То есть, текст нас направляет немножко в другую сторону. Мы говорили о том, что если что-то недозрело, и оно не находится в том состоянии, в котором принято его употреблять, то тогда мы понижаем благословение. Виноград — это отдельный случай. Мы понижаем от благословения на дерево на благословение на плоды земли. Орехи мы понижаем от благословения на дерево на благословение шеаколь. А если есть обратная ситуация, где наоборот, когда ботанически этот плод еще не созрел, ну вот в этот момент, потому что лупу она вкусная, ее можно кушать, а когда созревает, потому что лупа уже твердая и несъедобная, а сам орех, он невкусный, то тогда, до того, как оно созрело, эти плоды этого дерева, эти орехи, то на них говорят «бореприяец», потому что это тот момент, когда мы их кушаем, несмотря на то, что ботанически они еще не созрели, а вот когда созрели несъедобные, мы на них уже не говорим благословение. То есть два направления, один сверху вниз, другой снизу. Но если это виды орехов, которые становятся пригодны в пищу, после того, как их приготовили, спекли, сварили и так далее, и вот это их назначение, то тогда, когда их уже приготовили, тогда на них говорят «бореприяец». Потому что для этого их посадили. Еще раз давайте подведем итог. Благословение самое высокое. У нас есть четыре этапа. Благословение «бореприяец», благословение «бореприядама», благословение «шаколь» и вообще без благословения. Теперь определяется, когда мы говорим самое высокое благословение, по двум факторам. Для этого сажали, и это самый лучший способ приготовления. И это не важно, это более спелый, менее спелый, это более приготовленный и приготовленный. Это определяется, для чего садили это дерево. Соответственно, если вы посадили виноградник, и у вас вырос виноград, и вы его кушаете еще зеленым, потому что вы не можете дождаться плодов со своего огорода, то на него понижают благословение, говорят «бореприядама». Но если вы дождались, когда он созрел, говорят «бореприяец». Если этот же самый плод, не винограда, а другого дерева, вы кушаете в состоянии, когда он несъедобен, то на него вообще не говорят благословения. Но если плод этого дерева, он предназначен для того, чтобы его потом готовить только, в принципе, как маслины, которые мы приводили, пример, то тогда, когда уже он приготовлен, вот только тогда мы говорим «бореприядама». Если эти маслины не приготовлены, на них не говорят вообще благословение, потому что они несъедобны. Если они съедобны, но не очень приятны по вкусу, то мы говорим, если это виноград на «бореприядама», а если это съедобно, но неприятно по вкусу любые другие плоды, мы говорим «шехаколь», потому что это нестандартная еда. Надеюсь, понятна эта классификация. То есть главное – это для чего вы посадили дерево. Я не говорю сейчас Антону Павловичу Чехову, для того, чтобы не прожить жизнь зря, а, конечно же, говорю о назначении покушать. Для чего вы посадили это дерево, для какого состояния продукта этого дерева, вот только тогда, когда он достигает своего конечного товарного вида, пусть это даже приготовлено уже, вот только тогда мы говорим на это самое большое благословение. Во всех остальных случаях мы понижаем и понижаем, понижаем. Благословение в зависимости от съедобности этого продукта. Продолжим дальше. Горинея пирот, хембихлаль пирот, а нефтаримби брахата фри. Семена плода, они входят в то же самое благословение. То есть мы с вами говорили уже о косточках в абрикосах. То есть если мы говорим, кушаем тоже косточки абрикоса, они совершенно вкусные, да, я знаю, что там синильная кислота, и нельзя кушать. Вы уже мне рассказывали про это, это ваше личное дело, хотя качество благословения тоже определяется, или оно вредно для здоровья или нет, но эти косточки являются неотъемлемой частью самого плода и растут точно так же на дереве, поэтому мы говорим бореприадз. Бореприадз на косточки абрикоса или на семечки из подсолнухов и так далее, говорим бореприадама, это то же самое благословение, что и само растение. Если эти семена, которые мы кушаем вместе с плодами или отдельно от плодов, они съедобные и вкусные, и сладкие, в данном случае имеется в виду съедобные, мы говорим на них такое же благословение, как на сам плод этого дерева, бореприадз, как, например, косточки от абрикос, которые абсолютно съедобные, несмотря на то, что мы кушаем их по отдельности от абрикоса, мы говорим бореприадз, или как семена, тыквенные семена, или подсолнечные семена, которые можно кушать даже в сыром виде, мы говорим тоже благословение, как если бы это был подсолнух, хотя подсолнух мы не кушаем в любом случае, понятно, что мы говорим бореприадама, но если это как тыквенные семена, когда мы кушаем тыкву, и на тыкву мы говорим бореприадама, точно так же мы говорим это благословение и на семена тыквы. Если эти семена употребляются в пище только после жарки или варки, после какой-то готовки, то тогда уже мы говорим шахоль. И здесь вот интересна такая логика. Если это неокъемлемая часть фрукта или овоща, то в том же виде, в котором мы употребляем овощи и так далее, мы говорим то же самое благословение. Но если сами по себе сырые семена, несъедобные, их обязательно нужно готовить для того, чтобы они были съедобными. Мне сложно сейчас привести кулинарный пример таких семян, но бесспорно он есть, то тогда на них говорят уже шахоль. То есть обычные подсолнечные семечки, тыквенные семечки, которые мы кушаем, арбузные семечки, которые кушают в Израиле очень популярно, на них говорят боре приядама. Да не важно почему, потому что вы кушаете как сырыми, так и жареными. Это уже как кто любит, но и так, и так это способ их употребления. Но если есть какие-то семена, зерна, плода, которые не употребляются в сыром виде, вот сразу как скушали и сам продукт, а их нужно еще готовить, то тогда они бесспорно оторваны уже от источника своего существования и не являются первоначальным продуктом, ради которого растился этот плод, то тогда, конечно же, на этом мы говорим шахоль, еще раз понижаем в благословении. Давайте еще немножко продолжим про текст. Дикие плоды в лесу, дичка, все знают, что такое дичка, дикие яблоки и груши. Несмотря на то, что их принято кушать, они съедобные, имеется в виду не то, что принято, а именно то, что они съедобные, они не считаются плодами и на них говорят шахоль. Вы вспомните то, что я говорил, когда мы только начали изучать эти законы. Плодами считается то, ради чего мы сажаем дерево. Если это дерево вырастает не потому, что мы его посадили или какой-то овощ и так далее, или травка, которую вы собираете в лесу, не вы его сажали, не сажали его специально ради этих плодов, а растет действительно как дичка, на это не говорится, как на плодные деревья. Мы должны посадить, оно должно посажено для того, чтобы его кушать. И тогда вот этот принцип, что когда плод достигает той формы, в котором оно употребляется в пищу, тогда оно получает самый высокий уровень возможного благословения, или это аэц, или это а дома. Но то, что растет само по себе в лесу, несмотря на то, что оно съедобно, и даже зачастую очень вкусно, на этом мы говорим шахоль, потому что не ради этого сажали это дерево, от чего его сажали, и не мы его сажали, это его личное дело. И все травки и так далее, которые растут диким образом, на них говорят шахоль. Но тут, конечно, он делает сноску, если есть какие-то серьезные, важные плоды, которые специально ради них ходят и их собирают в лесу, именно с деревьев. Сложно мне предположить, о чем взять речь. Ну, допустим, такой пример, как сноборин. Кто такие у нас сноборин? На русском сноборин – это кедровые орехи. Вот, кедровые орехи, которые, естественно, не выращивают, насколько я понимаю, культивированные, да, еле никто не рассаживает специальным образом, чтобы собрать маленький сноборин. Но если ради них ходят, собирают, выбирают их из шишек в елке, то на них, конечно же, говорят боре-приец. То есть, если вы просто идете по лесу и увидели дикую яблоку с маленькими дичками, с маленькой дичкой и сорвали, на него говорят шахоль. Но если это процедура, если это бизнес, если это производство, и таким образом это собирают, то на это говорят боре-при-гаец. И здесь последний момент, который я хотел упомянуть, о том, что то, что я уже говорил раньше, и что подчеркивает важность правильного благословения, Гааризаль, великий вискут Лурия, основатель лурианской кабалы, который жил в Сфате, все знают, кто такой, мы читаем, Сидур, по которому мы молимся, здесь написано, Твилат Ашем, он основан на его рекомендации, так и называется, Нуса Харизаль. Он говорил отдельное благословение на каждый плод, даже несъедобные плоды, то есть некультивированные плоды, которые растут диким образом, растут в лесу. Зачем нам приводится именно этот момент? Потому что это очень важно правильно говорить благословение на каждое творение, не забывайте слова благословения, благословен ты Всевышний, Бог нашего, ты ко вселенной, сотворивший плоды дерева. Это значит, что мы благодарим Всевышнего, что Он сотворил плоды дерева, именно этого дерева. Поэтому Аризаль, который был гораздо более продвинут, чем мы с вами и в понятии мироздания, и, скорее всего, в ботанике, он считал, что Всевышний специально сотворил каждое дерево по отдельности для того, что мы сегодня его кушали. И поэтому, когда мы кушаем груши, мы должны понимать, что Всевышний сотворил именно эту замечательную, сочную грушу для нас с вами. Когда мы кушаем персик, мы должны знать, что именно этот персик Всевышний сотворил специально для нас с вами. Когда мы, как говорят в Одессе, лускаем семечки, мы знаем, что Всевышний сотворил эти семечки для нас с вами. И да, мы, конечно, с вами не Аризаль, хотя бы пока, и не можем придумать отдельное благословение на каждый из видов, ботанических видов, которые сотворил Всевышний, а это по-настоящему уважение к этому творению, то хотя бы нам нужно знать, кто растёт на дереве, кто растёт на земле. И как мы с вами говорили, каждое благословение, о котором мы говорим, добавляется в количество 100 благословений, которые напоминают нам о божественном присутствии во всём и вообще говорить благословение. Это воспитывает нас умение быть благодарным друг другу, но главное быть благодарным Всевышнему за всё, что у нас есть. На этом мы сегодня остановимся. Если у вас какие-то вопросы в Инстаграме, всех очень рад видеть. Пожалуйста, присылайте их в личку, потому что в эфире я не смогу отвечать. Если у вас та же самая проблема в Фейсбуке, у вас возникают вопросы к этому видео, напишите в комментариях к этому видео в Фейсбуке. Если вам это видео понравилось, поделитесь им с товарищем, как и любым другим видео со словами Торы. Это очень важно, распространяясь слова Торы, тем более, что сегодня у нас на это есть возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!